Насморк или острый ренит Могут вирусы, бактерии попасть через слуховую трубу в ухо и возникнуть отит Может попасть инфекция в придаточные пазухи и возникнет риносинусит, и фронтит, и гайморит Ну и может инфекция попасть уже и в нижние дыхательные пути, может осложниться уже и бронхитами, пневмонией в том числе Поэтому насморк не настолько безобидное состояние, которое не требует лечения Слизистая носа выделяет вещества, которые борются с вирусами Главная задача родителей – не допустить пересыхания, чтобы вещества оставались активными и продолжали защищать носик Оптимальным считается температура воздуха для детей с заболеваниями респираторной инфекции – это 18 градусов Конечно, создать такие условия в наших квартирах практически невозможно Если заблаговременно подумать, например, на батарею поставить краники, когда можно немножко уменьшить эту температуру Если родители запастись увлажнителем воздуха, а оптимальная влажность воздуха должна быть от 50 до 70% Это улучшает состояние воздушной атмосферы Простое и доступное средство для увлажнения слизистой носа – физраствор Сделать его можно самостоятельно На литр воды – чайная ложка соли Капать по 3-4 капли каждый час Большинство мам при насморке стараются облегчить состояние малыша сосудосуживающими каплями Это необходимо только при показаниях Если насморк возник у маленького ребёнка, грудного, для него это тяжёлое состояние Потому что затрудняется носовое дыхание, ребёнок вынужден дышать через рот Если он дышит через рот, он может отказываться от еды, иначе он перестаёт дышать И для него это катастрофа Когда нужно ещё использовать сосудосуживающие капли? Когда носовое дыхание нарушено частично, но есть как бы отягчающие моменты Значит, у ребёнка есть отит, у ребёнка есть заболевания нижних дыхательных путей, ларингит Который тоже уже плохо влияет на дыхание Сосудосуживающие капли должны соответствовать возрасту ребёнка Обязательно соблюдайте дозировку и не используйте капли дольше 3-5 дней Иначе слизистая носика перестанет воспринимать что-либо, кроме сосудосуживающих капель Какими бы каплями ни пользовались, а если в полноте сухо и жарко, то они помогать не будут Увлажнять слизистую, мы тоже с вами говорили, можно при помощи физиологического раствора Мы закапываем, увлажняем слизистую, смываем вирусы, смываем микробы Когда вирус или бактерии проникли в организм, лёгкие бронхи увеличивают выработку секрета Накапливающаяся слизь вместе с патогенами удаляется при помощи кашля Если кашель появился, малыша нужно обязательно показать врачу В лечении кашля важно понять причину его возникновения Потому что нет одного средства, которое бы приходилось эффективно на все случаи жизни Если у ребёнка это вызвано насморком, стеканием слизи, значит, мы промываем Мы закапываем сосудосуживающие капли Если сухой воздух и среди ночи он проснулся, плохо дышит, можно один раз закапывать и масляными каплями Чтобы эту слизистую как-то смягчить Если у ребёнка кашель возникает из-за поражения глотки, надо давать часто пить По несколько глоточков, можно давать для рассасывания леденцы Длительный влажный или сухой кашель должен насторожить Иногда это признак опасных заболеваний Температура Сбивать её рекомендуют при 38,5 Однако некоторые малыши тяжело переносят уже 37,7 Если температура сохраняется дольше трёх дней, то обязательно стоит обратиться к доктору Длительная температура – признак осложнений Если малыш заболел, дайте ему чаще пить Пусть это будут небольшие порции компота, чая или воды, но каждые полчаса Не забывайте проветривать комнату не меньше 15 минут в день Следите, чтобы в помещении было не выше 19 градусов Это особенно важно, если у малыша температура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова